У вас есть медицинские маски? А сколько они стоят? Это все, я не зашел. А скажите, а можно у вас максимальное количество? 50. А больше? Еще на прошлой неделе купить медицинские маски можно было неограниченное количество. Сегодня не больше 50, а в некоторых аптеках и того меньше. Опта мы не продаем, соответственно, 5-10 штук мы можем отпустить, да, больше нет. А 50? А дефицита точно нет, то есть не наблюдается? Ну, как бы они есть, но я не могу вам продать 50, так как мы другим не оставим. Провизоры также пояснили, что такой спрос на маски впервые. Говорят, всему виной эпидемия УРВИ плюс боясь прихода коронавируса. Люди предпочитают перестраховаться. Цена на маски тоже незначительно изменилась. Если раньше ее можно было купить за 5 рублей, то теперь дешевле 6 не найдешь. В Краевом управлении антимонопольной службы отмечают, цены на маски выросли, но незначительно. Экономически необоснованного роста цен в настоящее время у нас в регионе не выявлено. И если такой экономически необоснованный рост цен будет выявлен, то к участникам рынка мы обязательно будем применять меры антимонопольного реагирования. Имеются в виду штрафы. Сумма зависит от выручки аптеки. Кстати, в Уфас также пояснили, что острой нехватки масок в аптечных сетях не обнаружено. Чтобы обеспечить своих работников масками, организациям придется пройтись по нескольким аптекам. Кстати, если вдруг острый дефицит все-таки случится, можно вспомнить уроки труда и средства индивидуальной защиты соорудить самим. Тем более, что дольше 15 минут это не займет. На отрезанный кусок марли кладут ровный слой ваты и загибают по всей длине. Разрезанные концы завязывают и обшивают. И вот многоразовая медицинская маска готова. Менять ее так же, как и обычную медицинскую маску, нужно каждые два часа. Сняв изделие, его необходимо постирать с мылом, а перед тем, как вновь надеть, прогладить горячим утюгом. А что касается обычных медицинских масок, которые в городе пока в свободном доступе, то носить их можно не дольше 2-4 часов, иначе маска не спасет, а наоборот сыграет во вред. Человек будет дыхать лишь микробы. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком.